Красноярская ГЭС приняла очередную партию новых рабочих колёс для своих гидроагрегатов. Только на то, чтобы поднять одну из них из трюма теплохода, требуется несколько часов. Дальше на 80-колёсном траке мегадеталь весом в 235 тонн отправляется в машинный зал. Скоро она заменит собой устаревшую. Это колесо модернизировано, его коэффициент полезного действия выше, его энергетические характеристики улучшены. Наиболее современное колесо, весом вставляет 235 тонн, данное колесо изготовлено полностью из нержавеющей стали. Предыдущие колёса прослужили более 50 лет, поэтому в рамках модернизации мы осуществляем замену на более усовершенствованное и современное оборудование. Рабочее колесо – это сердце гидроагрегата. Новые детали позволят производить больше энергии при том же расходе воды. Всего на данный момент новые колёса работают на трёх гидроагрегатах. Четвёртый пустят в эксплуатацию после завершения капитального ремонта оборудования в декабре. Процесс замены начался в 2017 году. Новые колёса привезли из Санкт-Петербурга. На морском судне они проделали путь в 6,5 тысяч километров. От завода «Тяжмаш» через Беломоро-Балтийский канал, Белое, Баренцево, Карское моря и по Енисею дошли до причала ГЭС. Это не первое колесо, это уже пятое колесо, которое устанавливается взамен отработавший свой ресурс. Поэтому программа в целом нацелена на повышение надёжности гидроэнергетического оборудования и повышение коэффициентов полезного действия. Обновляется не только Красноярская ГЭС. Компания «Н-Плюс Групп», основанная Олегом Дерипаской, по программе «Новая энергия» модернизирует свои станции в Иркутске, Братске и Устилимске. Это позволяет улучшать показатели выработки зелёной энергии в регионах присутствия компании. Новые детали турбины на Красноярской ГЭС начнут монтировать в следующем году в процессе капитальных ремонтов гидроагрегата номер 2 и номер 11. Специалисты проведут их многоуровневые испытания и только потом обновлённое оборудование пустят в эксплуатацию.